это второй ролик по теме чтения шекспира читаем ромео и джульетту в прошлый раз я читал вам в переводе михайловского а сегодня я почитаю в переводе пастернака и немножко в своем собственном в прошлый раз мы с вами рассматривали сцену того как слуги из семьи мантеки и капулетти пытаются завязать ссору друг с другом путем того что они меряются мужским достоинством вот я рассказывал о том как неудачно все это освещено у современных переводчиков поэтому я позволю себе прочитать маленький фрагмент того как я пробовал переводить эту сцену это только набросок но я постарался сохранить в нем вот ту самую игру которую я наблюдал в словах у шекспира самсон и григорио договариваются как они будут ссориться со слугами из другой семьи самсон обращается григорио дай мне честное слово что сегодня мы не будем лезть в бутылку григорию честно и благородно особенно учитывая что бутылки у нас нет самсон я имею ввиду что все должно пройти как по маслу в смысле гладко григорию я люблю когда по маслу и гладко самсон и когда появится капулетти мы им покажем ого-го григорию что покажем самсон ого-го григорию ого-го самсон да я надеюсь что твое ого-го будет не как в тот раз григорию а чем тебе не нравится моё ого-го самсон понятия не имею ведь ты убежал григорию я просто брал разбег самсон ты просто жалкий трус если бы ты был смелым то стоял бы на месте григория я стоил стоит так что меня не сдвинешь вот попробуй самсон не хочу я тебя пробовать григорий вот видишь тебе уже страшно и врагам тоже будет страшно потому что я страшный самсон отлично доставай свой страшный вон идут двое из дома капулетти игра слов которые через ого-го через страшные и так далее намекает на то на что хотела намекать шекспиру это мой вариант сцена идем дальше ссора не получилось но тут пришли горожане во главе с неким офицером то есть в принципе представителем власти которые и начали бить представителей семьи капулетти и семьи монтеки сюда с дубью мукольями лупи монтеки вместе с капулетти тут же приехал князь тут же прибежал монтеки капулетти жонами такая большая заварушка я очень надеюсь что вы ее сами сможете перечитать и посмотреть что там происходит кто кого бьет и за что бьет но мне бы хотелось обратить ваше внимание на некоторые аспекты в пьесе в драме когда герой появляется в первый раз это как визитная карточка нам его драматург показывает задавая его отношение к окружающим героям и я хочу обратить ваше внимание на то как появляется мать ромео и отец ромео и как они задают свое отношение к сыну и так они прибегают на место драки и мать спрашивает был ли ромео здесь и участвовал ли он в этой драки леди монтеки а где ромео виделись вы с ним он не был тут он правда невредим она спрашивает бенволю бенволю говорит что нет ромео не участвовал в драке он где-то там гуляет значит мать беспокоиться о но отец со своей стороны говорит о сыне следующее его там часто по утрам видали он бродит и расистый пар лугов парами слез и дымкой вздохов множит однако только солнце распахнет постельный полок в спальне у авроры мой сын угрюмо тащится домой кидается в свой потаенный угол и занавесками средь бела дня заводит в нем искусственную полночь откуда этот неотступный мрак хочу понять и не пойму никак что-то с ромео не то бенволю спрашивает а вы пытались выяснить в чем собственные причины его тоски отец говорит а как же я и лучшие друзья но он не проницаем для расспросов и отовсюду отовсюду также защищен как червяком прокушенная почка которая не выгонит листа и солнцу не откроет сердцевину отец сравнивает сына со сгнивший почкой испорченный каким-то червем заранее которые никогда не распустится когда б я знал печали этой суть я бы излечил больного чем-нибудь вот пусть у вас в голове отношение матери к сыну так очень заботливая и отношение отца к сыну как гнилому огрызку пусть она у вас сохранится дальше отец просит бенволю тайна выспросить у ромео в чем причины его тоски и бенволю соглашается стать агентом работающим на родителей чтобы выяснить что же на самом деле происходит сама я вам рекомендую прочитать и сцену со слугами и сцену драки и разговор между бенволю и леди мантекки и синьора мантекки а также диалог ромео и бенволю когда бенволю пытается выспросить у ромео в чем же причина его тоски вот пожалуй сейчас маленький фрагмент их разговором и на этом мы сегодня с вами закончим чтобы не было слишком много и так отец подговорил бенволю чтобы тот тайно выспросил у ромео что с ним происходит причем забегая вперед я вам скажу что к ромео нужно относиться не как к влюбленному юноше в ритузах который лежит на каменных плитах и сочиняет какие-то любовные стихи ромео взрослый мужчина ему 26 лет я сейчас не не буду рассказывать вам всю цепочку доказательств мы к этому придем с вами в тексте но как говорил лев ось гетельман даже без моих доказательств все серьезные специалисты считает что ромео не 16 не 15 не 14 и даже не 17 ему больше двадцати по моим подсчетам ему я забыл сколько двадцать четыре не 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 тридцать нет 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 20 с чем-то я потом вспомню я скажу сколько в общем воспринимаете его слова как слова человека не больного на голову юноша который ни черта не понимает от человека достаточно разумного и эмоционально развитого и так бенволю подослали к ромео чтобы выведать у него почему тот грустит причем не факт что это любовь бенволю ромео с добрым утром ромео разве утро бенволю 10 час а бенволю вообще не очень далекий ромео как долг час тоски что это не отец мой так быстро отсюда удалился минволю да твой отец какая же тоска тебе часы ромео удлиняет он кстати вообще такой тупого ты немножко да да какая же тоска тебе часы ромео удлиняет ромео тоска о том кто мог их сократить бенволю ты по любви тоскуешь ромео нет пенволю ты любишь ромео да и тамлюсь тоскою по любви бенволю о это кроткая на вид любовь как на поверку зла неумолима ромео как сразу несмотря на слепоту находит уязвимую питу где мы обедать будем сколько крови не говоря о свалке я слыхал и ненависть мучительная нежность и ненависть и нежность тот же пыл слепых из ничего возникших сил пустая тягость тяжкая забава нестройное собрание стройных форм холодный жар смертельное здоровье бессонный сон который глубже сна вот какова и хуже льда и камня моя любовь которая тишка мне ты не смеешься я хочу остановиться вот на том литературном бреде который мы сейчас с вами услышали что мы должны подумать услышав такую тираду ромео с чего вдруг ее обычно режиссер оставит как тирада влюбленного человека который моя любовь то-то-то-то-то-то возьмите английский язык и посмотрите что он говорит он говорит типа вонючая благовонья сухая мокрота слышали любимая сухая мокрота летающий чугун то есть он просто берет противоположные понятия его абсолютно бредовом порядке их перечисляет а знаете зачем не ради любви не потому что он влюблен а потому что его достал бен воли он просто затыкает его не давая тому возможность дальше спрашивать про любовь смотрите еще раз бен воли ты по любви тоскуешь ромео нет бен воли ты любишь ромео да и там люсь тоскую по любви бен воли о это кроткая любовь на вид как на поверку зла неумолимо и дальше он собирается спрашивать в кого ромео как сразу несмотря на слепоту находит уязвимую питу где мы обедать будем сколько крови не говоря свалки я слыхал и ненависть мучительные нежность и ненависть и нежность тот же пыл слепых из ничего возникших сил пустая тягость тяжкая забава нестроенное собрание стройных форм холодный жар смертельное здоровье бессонный сон который глубже сна вот какова и хуже льда и камня моя любовь которая тишь камня ты не смеешься он до ним просто и издевается минволю нет скорее плачу а бен воли его все воспринимает как ромео говорит он все впрямую воспринимает ромео о чем дружок бен воли в ответ слезам твоим ромео какое зло мы добротой творим с меня и собственной тоски довольно а ты участием делаешь мне больно заботами своими обо мне мою печаль ты растравил вдвойне что есть любовь безумие от угара игра огнем ведущая к пожару воспламенившиеся море слез раздумья необдуманности ради смешение яда и противоядие прощай дружок болтал 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 тот задумался прощай дружок да а бен воли постой постой ты слишком скоро пойду я ну кончим разговор ромео от него просто банально линяет тупо извините занялить за нелитературные выражения он просто от него убегает банально поэтому дальше мы с вами по тексту пока не двинемся но посмотрите внимательно с чего начинают наши персонажи что происходит с ромео он кривляется или он вправду влюблен он пытается избавиться от минволю либо открывает ему душу о том что он просто страшно в кого-то влюблен по крайней мере здесь есть над чем подумать и все то что вы найдете она дальше будет иметь особенный смысл поэтому пожалуйста сначала вот до этого момента до конца разговора ромео бен воли перечитайте а потом мы двинемся с вами дальше по тексту